Всем добрый день! Сегодня хочу вспомнить, как мы праздновали Новый год несколько десятилетий тому назад, когда деревья были большие, можно сказать, а мы были маленькие. Первонаперво наряжали ёлку. Ёлка у меня уже наряжена. На ёлке старинные игрушки и даже старинный Дед Мороз. Теперь надо накрыть стол. Кое-что я уже приготовила. А именно, я жила в районном центре, мы держали небольшое хозяйство и, как правило, к Новому году мы резали кабанчика. Так что холодец я уже сварила и колбаска домашняя у меня есть. Как сделать колбасу, видео такое есть. И поэтому ссылочка будет. Грибочки мама всегда солила сама. Но у меня грибочки маринованные. Такой рецепт также вы найдёте под видео. Соления у нас всегда были свои. Вот эти вот огурцы, они очень вкусные, но вот знаете, как будто бы они бочковые. Даже за пару секунд могу вам рассказать. Огурцы в банку закладываете, холодной водой заливаете. Все специи. На трёхлитровую банку 100 грамм соли. И в тёплом пускай эта банка стоит. Три дня. Но каждый день по три раза надо банку переворачивать, чтобы соль растаяла, чтобы рассол был равномерный. И через три дня отправляем эту банку в погреб или подвал. Огурчики хрустят вкусные, спасибо скажете, кто не знал этого рецепта. Но это, конечно, купленная нарезка. За такой колбаской надо было постоять в очереди. И может быть даже не в одной очереди. Отдельно очередь за колбасой, отдельно за сыром. А какие вкусные казались шпроты. Сейчас уже такие мысли не посещают, когда я кушаю эти бутерброды. Хлебушек белый обжарила на сливочном масле, можно на растительном. Огурчик, шпроты. Такие бутерброды раньше казались, ну просто блаженством. Картошечку пюре я уже подготовила. Котлетки уже сделала. Как же картошечка без котлеток. Рецепт котлет вы видите на экране. С полкилограмма свиного фарша и все остальное, что вы видите на экране, получается 12 котлет. Обжарила с каждой стороны примерно по 6-7 минут. И обязательно потом пропарила 20 минут. Под закрытой крышкой. Это просто сейчас я их немножко решила подогреть. Когда пропаривала, внизу у меня 2 больших луковицы. 2 больших луковицы, они пустили много сока. А водички добавила всего 2 столовые ложки, не больше. В луке воды достаточно. Котлетки всегда получаются вкусные и сочные. Особых украшений раньше не было. И поэтому мы выращивали зеленый лук на подоконнике. Прямо в стаканчике. Именно к Новому году всегда у нас был лучок. И он украшал новогодний стол. А это вареные яйца, фаршированные печенью трески с желтком. Просто перемешала и также вверху добавила, типа веточки зеленые, еловые. Теперь осталось приготовить оливье. Рецепт оливье вы видите на экране. Все измельчаем в разные мисочки, по отдельности. Здесь у меня уже картошка, яйца. Отправляем сюда колбасу. Лук репчатый. Огурцы дали сок, сок сливаем. Зеленый горошек. Горошек крутила сама. Рецепт хороший. Добавляем майонез по вкусу и все перемешиваем. Именно в большой миске. А потом все это перекладывалось в красивый салатник, как правило, хрустальный. Мандарины купили. Какой же Новый год без мандаринов? Шампанское сейчас не достать, какое было раньше. Ну вот я сама придумала, написала. Самое вкусное шампанское. А вверху полусухое. А потом и задумалась. А может быть, мое любимое было полусладкое? Может быть. Годы свое берут. Недавно в фильме «Зигзаг удачи» человек хотел купить, герой того фильма, хотел купить мандарины. А ему сказали, в нагрузку статуэтки. А он говорит, да мне эта ерунда и даром не нужна. А я бы статуэточки еще прикупила. Время идет. Впереди Новый год. Впереди Новый год. Всех с наступающим Новым годом. И, как раньше говорили, желаю вам сибирского здоровья и кавказского долголетия. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.